Доброе утро! Доброе утро, дорогие друзья! И мы продолжаем изучать Тору. Шавуа ТО в хорошей неделе. Тем, кто соблюдает Шаббат, тем, кто не соблюдает, тоже в хорошей неделе. Пусть будет у вас хорошая неделя, которая вас приведет к соблюдению Шаббата в итоге. И Ольга Князева хочет быть в эфире. Но Ольга только пока как слушатель. Или, если вы хотите обучать Тору, то вы можете начать обучать и присылать свои сообщения Якову Шатадину. И, возможно, что тоже мы вам дадим возможность обучать на страничке ВАИКРА. Это очень-очень хорошая вещь. Тот, кто учит для того, чтобы обучать, тому с неба помогают учить и обучать. А тот, кто учит для того, чтобы выполнять, тому с неба помогают учить, обучать, запомнить и сделать. И мы сейчас учим самые важные заповеди, которые только есть. Потому что они больше всего влияют на качество жизни. Вот если спросить человека, меня, например, если спросить. Ицкак, какие заповеди больше всего влияют на качество жизни? Я скажу вот. Вот то, что мы сейчас изучаем. Это заповеди Шмирата Алшон. Заповеди сохранения речи. Как говорил Шлом Амелых, что Шмир пив вылышено, Шмир мицарот навшо. Тот, кто сохраняет свой род и свой язык, сохраняет от всех неприятностей свою душу. От всех страданий, неприятностей свою душу. И папа его, царь Давид, говорил, что Он говорит, кто человек, жаждущий жизни? Кто любит все дни, видит только добро. Останови свой язык от зла. Свои уста от того, чтобы говорить обман. Сур мира. Уйди от зла. И делай добро. Оэв Шалом. Люби Шалом. И гони за Шаломом. Старайся сделать Шалом. Вот Анна Дилер старается сделать Шалом. Шалом, Шалом. И вот нужно делать Шалом со всем. Шалом, когда ты делаешь с людьми. Шалом с собой. Шалом с миром. У тебя совсем Шалом. И у тебя в душе Шалом. А если у тебя в душе Шалом, то что может быть лучше, чем Шалом в душе? Все. Теперь, как этого достигнуть? Мы сейчас изучаем законы Лошонара, законы злоязычия. И сейчас мы изучаем, какие запреты нарушает тот, кто говорит Лошонара или сплетни. Значит, очень много, около 30 запретов Тора нарушает тот, кто говорит злоязычия или сплетни. Мы уже некоторые изучили. Вот сейчас, например, мы дошли до пятого раздела. Пятый раздел в перечислении запретов. Значит, говорит Хавецкаем так, что тот, кто говорит Лошонара, злоязычия или сплетни, значит, он также нарушает запрет, который написан в книге Дворим. Им сказал Бог так, Ишамерлыха, он говорит, очень остерегайся, пентишках эт ашем элокеха, чтобы не забыл ты Бога Всесильного твоего. Но интересно, а когда человек говорит сплетни Лилошонара, почему он нарушает запрет не забывать Бога Всесильного? А это как раз предостережение для людей грубых, Гассейруах, это грубых и заносчивых. Почему? Потому что из-за того, что он насмехается над своим ближним, над тем-то из ближних, скорее всего, что он считает себя большим умником и таким выдающимся человеком. Но если бы он реально понимал и знал свои недостатки, знал, сколько он где нарушает волю Бога, где он ошибается и так далее, то он, конечно, не стал бы смеяться над ближним. И известно, что сказали наши мудрецы, что грех Гавы, грех гордости, это очень тяжелый грех, это очень тяжелейший грех. И тот, кто гордец, который говорит, я, я самое крутое, лучше всех, и насмехается над ближними, он как будто бы служит идолом. Так прямо написано, служит идолом. Представляете? И особенно, если когда он рассказывает что-то унижающее про ближнего своего, он как будто бы этим поднимает себя, и в этом случае, говорит Хавецкайм, он точно нарушает вот этот закон забыть Бога Всесильного. И, значит, даже больше написано в Иерусалимском Талмуде, в трактате Хадига, написано так. А Митхабет, Беклон Хаверот, тот, кто, Митхабет, это тот, кто себя поднимает по зоре ближнего своего, где-то у него доли в грядущем мире. Представляете? Да, до такой степени. Теперь давайте разберемся, как это работает в жизни. Давайте приведем пример. Вот, например, встречаются два человека, и один говорит другому. Да, говорит, вот знаешь там Сашу, Сашу вот того, знаешь, ну, который друг мой, Саша. Он, конечно, вчера опозорился вообще, если бы ты знал, как он опозорился, он вообще, мне просто стыдно за него, что он мой друг. Я, ну, вообще, я такого от него не ожидал вообще, этот Саша вообще позор. Вот он, зачем он это рассказывает про Сашу? Он это рассказывает про Сашу, чтобы показать, что он круче Саши, что друг его круче Саши, что Саша вообще это вообще какой-то, они вообще... И в этот момент он нарушает вот этот запрет, он забывает про Бога. А что значит он забывает про Бога? Он забывает про Бога, потому что Всевышний управляет всеми, всеми, всем мирозданием. И Бог сказал, что нельзя говорить лошонара. И если он в этот момент говорит вот этот вот злоязычие, значит, он забывает про Всевышнего. Все, очень все просто работает. И в этот момент, если тот, кто хотел рассказать про Сашу что-то плохое, он остановится и задумается, а зачем я про него хочу рассказать, что мне это даст. Сказать, что когда я кого-то позорю в глазах того, кому я рассказываю, это меня поднимает, вообще не поднимает. Вот смотрите, я, например, вообще очень опасаюсь и перестаю общаться с людьми, которые позорят своих друзей или близких, или кого-то. То есть смысл с ними общаться. То есть понятно, что этот же человек также отойдет от тебя и будет также рассказывать про тебя. Это проверено-перепроверено. Потому что если он про того так рассказывает, про другого так рассказывает, то естественно он и про тебя может так рассказать. Поэтому пользы от этого нет никакого. У меня даже несколько было, вот в начале моей карьеры, можно так сказать, было несколько людей, которые, ну, они как бы могли повлиять позитивно на мои заработки, на мою карьеру. Но у них был вот этот вот недостаток позорить своих окружающих, говорить про них плохо. И я переставал с ними общаться, потому что, ну, вот я, я еще, может быть, тогда точно не знал, что тот, кто слушает, тот, кто слушает, он так же нарушает, как тот, кто говорит. Я тогда этого не знал. Но как-то я очень старался отдалиться от этого. Интересно, что я вместе с вами, мы сейчас изучаем эту книгу, я тоже ее не изучал глубоко. Я сейчас начал использовать то, что мы изучаем, сразу начал применять. Например, когда, когда кто-то говорит что-то плохое про тебя или про другого, не верить. Вот это значит лоли кобель, то есть не принимать лошонара. И тогда получается совершенно другой эффект. То есть ты как эмоционально, ты сразу внутри устанавливаешь как сцен, как такую стену. Не верю. Не верю. Все, то есть и тогда тебе внутри этот яд в тебя не попадает. Ты не нарушаешь запрет слушать лошонара злая жзыча. И я вот прям проверил, идеально работает. То есть сразу внутреннее состояние, оно становится намного чище и намного приятнее, когда ты не веришь, вообще вот просто не веришь. Идем дальше. Шестой, шестой пункт говорит так, что тот, кто говорит злая жзыча и сплетни, также нарушает запрет в Торе, который написан в книге Ваикра. И этот запрет звучит так. Ло Тихалилю Эд Шем Кат Ши. Не, значит, Хилу Ля Шем это непренебрежение, обесценивание. Ну, в общем, это самый большой грех. Хилу Ля Шем это обесценить Всевышнего. Это как не позорить, а, как же Ли Халель, обесценить Всевышнего. И сказал Бог, не обесценивайте мое имя святое. Почему, когда ты говоришь злая жзыча, ты обесцениваешь имя Всевышнего? Какая связь? Я говорю про Сашу, что он, не я говорю, кто-то говорит про Сашу, что Саша позорит его, да? Почему в этот момент он обесценивает имя Всевышнего? Объясняет Хафицкая. Нету в этом удовольствия материального никакого. И раз нет материального удовольствия, значит, здесь это нельзя объяснить действием Ецерара злого начала. Большинство грехов человек делает, потому что его побеждает вожделение. Например, запрещенная еда, запрещенные связи. Даже тот же шаббат, нарушение шаббата, он хочет поехать на море там куда-то или еще что-то, да? То есть, есть хотя бы понятная причина, почему человек не может справиться со своим вожделением. Но когда он говорит или слушает лошонара, здесь злая жзыча, здесь нет никакого физического вожделения. Поэтому считается этот грех, он относится к разряду грехов, что он просто снимает с себя ярмо, молхудшамаем, ярмо небес. Просто так. То есть, он говорит, да, я знаю, что этого нельзя говорить. Да, мне от этого нет никакого удовольствия физического, но я буду говорить. То есть, этим он как бы выступает прямо против Всевышнего. И получается, этим он обесценивает Шем Шамаем. Это очень тяжело перевести на русский. Обесценивает Шем Шамаем, то есть, ну, как сказать, не обесценивает, Михалеле. Обесценивает, да, самое близкое слово. То есть, делает их ничем. И это, сейчас, вижу. Но тем более это важно, если это человек, который занимает какое-то важное положение в народе Израиля. И он, и другие смотрят на его слова, на его дела. И тогда, получается, это Хилуля Шем прям очень сильный. Поэтому те, которые занимают какие-то посты, те люди, которые выходят на телевидение, те люди, которые выступают, ну, выступают публично, да, они должны тем более остерегаться, позорить друг друга. Потому что этим самым они делают Хилуля Шем. Особенно, если это люди, тем более, если они с типой на голове. Если они без типы на голове, тоже им стоит опасаться. Я помню, когда я приехал в Израиль, я приехал в 2000 году, я был очень, я пошел сразу учиться в Ешиву, я был такой прям религиозный фанатик. Вот прям очень религиозный фанатик я был. Я помню, приехал к одному своему знакомому в Натанию, приехал к одному знакомому в Натанию, и мы сидели, значит, приехали мы на шаббат с женой. И он говорит, вот, вот эти вот религиозные, они ходят по публичным домам и позорят там вообще религию, все. Я ему говорю, послушай, говорю, вот я учусь в Ешиве, я вижу святых людей вообще, которые просто, ну, для меня это был шок, насколько люди могут быть святыми, добрыми, такими, ну, вот, приятными, спокойными. Вообще, вот там, где я учился, никто не говорил Ашанара, такие были прям, я, ну, никогда таких людей не видел. Я ему говорю, скажи, когда ты говоришь, что вот такие вот там раввины, религиозные люди ходят по публичным домам, ты сам лично видел? Он говорит, нет, я лично не видел, я не лично. А ты что, не веришь в то, что пишут журналисты в прессе, там, в то, что они пишут? Я говорю, я не верю, я говорю, я не верю, потому что я-то их знаю, я лично видел. Он говорит, а если бы я видел, что бы ты сказал? Я говорю, ну, если бы ты лично видел, я бы тоже не поверил. Я говорю, я бы не поверил, что они религиозные. То есть, я бы поверил, может быть, если бы ты лично видел, что они переодеты в религиозную одежду. Это да, если ты видел человека, одетого в религиозную одежду, возможно, что он переодетый. Переодетый, раз он делает действия, которые религиозный человек не имеет права делать, то есть это запреты, то по религии это делать нельзя, значит он не религиозный в этот момент. Или он вообще не религиозный, или возможно он сорвался, потому что в публичном доме есть хотя бы какое-то объяснение. Но ты, когда мне рассказываешь про них лошонора, злоязычия, и пытаешься не только у меня, а у всех окружающих испортить впечатление о религии, ты-то сам, какая тебе от этого польза? Что ты от этого выигрываешь, когда ты позоришь целый религиозный мир, рассказывая то, что ты прочитал в газете, в которой какой-то там непонятный журналист, которому заплатили деньги за то, что он обслуживает интересы каких-то людей, которые, я сейчас недавно видел один заголовок, значит один журналист пишет такую вещь, так смешно это было. А, он пишет так, вот я сидел в машине возле дома, я увидел русскоязычного дедушку, который вышел из подъезда вынести мусор без маски, и его полиция схватила, и его полиция там оштрафовала, и мне было его так жаль. Я тут же подумал, а почему полиция не арестовывает религиозных, которые собираются толпами, и идут такие фотографии религиозные, религиозные. То есть, понятное дело, не было ни дедушки никакого, не было никакого, был журналист, которому заплатили, партия конкретно такого Литбермана, это ну просто анти, такой антирелигиозный человек, который сейчас выступает против религии, вся его предвыборная история построена на том, чтобы посеять вражду между нерелигиозными и религиозными израильтянами. И заплатили этому журналисту, чтобы он подливал масло в огонь, чтобы сильнее как бы обслуживать интересы вот этого вот Литбермана, который обманывает нерелигиозных русскоязычных репатриантов, показывая религиозный мир в черном цвете. Все. Значит, пускай, конечно, если вы можете послать ему вот этот урок, это страшно, то, что он делает, это страшно, и последствия могут быть очень страшны, потому что так делать нельзя. Хорошо, двигаемся дальше. Седьмой отрывок. Седьмой отрывок. Значит, седьмой пункт. Еще говорит нам Хафицкаем, что иногда тот, кто рассказывает про другого лошонара, злоязычия и сплетни, он нарушает запрет, который звучит так. В Нидиваикра Бог сказал «Ло тисне этахиха бэлевавэха» «Не ненавидь брата своего в сердце своем». Например, в каком случае он нарушает этот грех? Когда он в лицо говорит этому человеку шалом и с ним в хороших отношениях, а за глаза он позорит его и позорит его перед другими. Получается, что если он, то есть получается, что он в сердце своем, он его ненавидит, в лицо ему он говорит хорошие вещи, а за глаза он говорит про него злоязычие. И получается, что он одновременно нарушает запрет ненавидеть ближнего в сердце своем. То есть это очень-очень тоже серьезно добавляет нарушения. То есть теперь, прочитав все это, конечно, вот я сейчас уже сразу же могу сказать, что обязательно нужно дойти и изучить эту книгу до конца, потому что вот я сказал сейчас про Либермана, что он такой вот не очень хороший человек, да, тем, что он это делает. А может, я не нарушил. Вот я, честно говоря, сейчас не знаю. То есть то, что он в открытую выступает, и вся его предвыборная кампания, она направлена вот такими лозунгами против религии, против религиозных. Это факт. То есть это факт, он это не скрывает. То, что я сейчас про него это сказал, это знают и так все, потому что это его предвыборные лозунги. Тоже это вроде бы не злоязычие, не лошонара. Но, как говорится, осадочек остался. Лучше вообще остерегаться и не говорить про других людей плохо, потому что мы видим, насколько это опасно, насколько это множество запретов Торы нарушаешь, сказав злоязычие сплетни. Но нужно изучить и выяснить, в каких случаях можно говорить, в каких нельзя есть случаи, когда можно говорить и так далее. Но я вам скажу честно, что я с тех пор, как мы начали изучать эту книгу, мы пока изучили, видите, всего лишь маленький-маленький кусочек, я чувствую невероятное позитивное влияние на себя и на свою жизнь, потому что я стал каждый раз, когда я слышу что-то негативное, я не верю, и это очень резко улучшает эмоциональное состояние. И когда я хочу сказать что-то негативное, то я останавливаюсь. И, как говорил Хафицхайм, как говорил Хафицхайм, что тот, кто остерегается в грехе злоязычия, Всевышний с него снимает влияние злого начала. Вот, это же не я, говорит, Дмитрий Базанов вот спрашивает. Вот, если правда, тоже нельзя, правильно. Но там есть разрешение, что если сам человек хочет, чтобы это о нем говорили, если вот как Либерман, он говорит, я против религиозных, то есть это его предвыборные лозунги, то это не является вещью, которая его позорит, потому что он это сам лично позором не считает. Есть, видите, целая же книга описывается, там дальше мы узнаем, если, например, вот есть же примеры, какой-то человек обманщик, он реальный обманщик, мошенник. И я вдруг узнаю, что Аида Шалумов, она у него хочет что-то купить, а я точно знаю, что он обманщик, мошенник, он меня обманул, там, и так далее. То я тогда обязан ее предупредить. Понятно, да? То есть это не так, что я совсем не могу говорить. Есть ситуации, когда человек обязан сказать. Понятно, да? То есть мы это все изучим дальше. Все, удачи, успехов. Всем счастливо. Хорошего дня, хорошей недели. И до завтра. Завтра продолжим изучать книгу. Пока мы изучаем запреты, которые нарушаются, когда говоришь злоязычие и сплетни. И дальше мы изучим. Там еще очень много целых книг впереди. Все, счастливо. Удачи. Субтитры создавал DimaTorzok